Так, мы вышли в сад. У нас сегодня фу-фу-фу погодка. У нас ребенок одет вот таким образом. Поверь, рюкзак еще сзади, с едой. Вот, идем, побежали на остановку. Будем подъезжать двумя автобусами, чтобы не идти не мокнуть под дождем. Так что, извиняюсь, что трясется камера. И вот такую бумажку нам дали, чтобы мы помнили, что нам нужно взять. Значит, вот это вот, это прививки. Мы уже были у врача, он нам дал такую книжечку, куда переставил все прививки, которые Кирюша делали в Украине, и ту прививку, которую он уже получил. Надо взять тапочки, сапожки и штаники. Кстати, Стасик мне дал эту книжечку, как она выглядит. Вот, здесь вот наименование прививок. Это он переставил те, что мы делали. И вот ему сделали прививку, вклеили сюда такую налепочку с номером прививочки. Такую завели же и Ане, и Стасу, потому что он тоже делал прививку. Значит, штаны, вот без этих штанов не пускают в сад. Это такие против дождя, против грязи штаники, они там все отталкивают от себя. Сапожки зимой, они идут на утеплении, летом, естественно, без утепления. Сменную одежду, ну, вдруг ребенок испачкается, обольется, мало ли что. Это спортивная, значит, одежда. Они ходят на спорт раз в неделю, и раз в две недели посещают спортивный зал в школе. Надо ему дать завтрак с собой, естественно, положить его в рюкзачок. Ну, фотографии не надо, они сами фотографируют ребенка. Это для... На стенке у них взят фотографии с датами для рождения. Папочку куда-нибудь складывать, все рисунки Кирюшины. И, ну, рисунки, подделки, там какие-то важные бумажки, которые потом отдадут при выписке из сада. Пижаму нам не надо с собой брать, потому как мы не спим. А игрушку свою можно приносить раз в неделю. У нас это по средам. Брать свою любимую игрушку и как бы играться ею. Но только один раз в неделю. Ну, вот такой список надо с собой взять. Еще нам сказали принести фотографии семейные. Они сделают такой мини-альбомчик. Для того, что если ребенок будет скучать сильно или проситься домой, то вот они будут показывать ему фотографии. И он будет их рассматривать. Но я пока еще не распечатала фотографии, поэтому сегодня мы идем без фотографий. Ну, вот мы уже и подошли к садику. Погода все еще не очень. Но там вот тот кусочек леса, который садику на территории сада. В общем, пошли мы раздеваться. И так, сейчас пол одиннадцатого и мы возвращаемся за Кириллом. Ситуация была такая, что мы должны были везти Кирюшу на 9.15. И я должна была с Аней с ним там остаться. Ну, как бы первый день, чтобы он не пугался, не боялся ничего. Значит, мы пришли, разделись. Вот, я только разделала Аню. Ну, наверное, мы минут 15 посидели здесь на полу, поигрались. Я отдала спортивную форму, пакеты, деньги сдала. Там полтора евро они собирают на... В общем, они каждую среду закупают продукты и что-то с детьми готовят сами. И потом это что-то едят. Вот, допустим, они на прошлой неделе готовили тыквенный суп и потом сами его ели. Ну, в общем, это, конечно, весело. Ну, родителей по полтора евро раз в две недели надо сдавать. И, значит, через 15 минут мне сказали, что, ну, в принципе, Кирюша хорошо играется, поэтому вы можете себе спокойно идти и придете в 11. Да, но дело в том, что мне с коляской добираться до дома где-то в лучшем случае 20 минут, а по такой погоде это 30 минут. Вот, поэтому мы с Аней собрались и пошли в каплю ска. Ну, куда еще девочки могут пойти? На шопинг. Вход в группу он закрытый. Здесь вот детки одевают сапоги. Кирилл, ешь и одевайся в духу. Вот, тут вход в комнату. У них там день рождения всякие проходят. Это вот раздевалка. Вот тут шарфик с шапочкой лежат. Здесь рыбачок с его едой. Турбочка со спортивной формой. И там лежат ботиночки. Значит, раздевалка у всех такая. Наверху там конвертик. Туда, если надо, родителям прикалывают всякие сообщения. Здесь вот раковина, туалет. Тут такая информация. Вот здесь у каждого есть вот наш дельфинчик. Такая шухляточка. Туда они ложат рисунки. Всякие поделки, потому что делал ребенок. Тут вход тоже в комнату. А там сама группа. Вот у них общий зал здесь. Там даже, кстати, еда там стоит. Приготовленная для деток, которые остаются. И вот мы выходим. Здесь мы в предбаннике оставили поляску. Туда выход. Идем домой. Мы подъехали на двух автобусах. Вот в автобусе, кстати, безбилетный проезд 60 евро. Так что лучше заплатить за проезд. И ехать спокойненько. Так вот, мы идем домой с садика. Сегодня у Кирюши, это четверг. В четверг у них был спорт. В среду они сами готовили себе еду. Ну, типа такой там сухарики. Говорит, сметана была. Мама. Мама. А? А Саня, там лежали, лежали сухари. Я сам увидел. Я поняла. Вот. И, значит, во вторник, что у нас было во вторник? А, во вторник они, я его забирала с улицы. Я пришла, они все гуляли на улице. У них там есть кусочек леса такой, ну, природный, классный. Который на территории сада, там как оврах. Вот. Ну, естественно, я Кирюшу там нашла. Где бы я еще могла его найти. Вот. И... А в понедельник, ну, понедельник был сокращенный день. Я не знаю, что они делали в понедельник. Но сегодня утром папа принес, за три дня Кирюша наваял три картины. При том, что они рисованные, еще украшенные стразами. Вот. Ну, такие, типа, камушки, которые клеятся. Так что это все было украшено. Плюс у них же был вот этот вот праздник фонариков, на который ходили они с папой вечером. Так что Кирюше садик очень нравится. У них каждый день что-то происходит. Вот. Чем-то они детей развлекают. Вот сейчас я пришла, они рассказывали им историю. И в конце выдали по маленькой такой золотой шоколадке. Типа, как у нас вот золотой рубль такой, то здесь, типа, золотые два евро. Типа. Типа.